МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это День города в студии Максим Васильев. Здравствуйте. Главная тема дня. Разбор полётов. Слово выговор звучало на правительстве несколько раз. Центр притяжения села Делихова по проекту местных инициатив жителям установили настоящий игровой городок. Особая тональность колокола. На фестивале «Рязанские перезвоны» ритм задавал 6-летний Егор Чухлев. Сегодня на территории Рязанской области всего один действующий очаг у деревни Култуки, но режим ЧС пока не снимаем, заявил сегодня на правительство в Рио губернатор Павел Малков. Он также провел разбор полётов по странному изображению российского флага в лесопарке и по ремонту на Северной окружной. Только федеральные чиновники отчитались о ликвидации лесных пожаров в Рязанской области, как вспыхнуло снова. На этот раз в Клепяковском районе у деревни Култуки. Горело сильно даже по верхам, но сегодня всё уже вроде как под контролем. В общем, отчёт стихия, конечно, смазала. К сожалению, вот ночью ещё и небольшой дождь прошёл. Он пожар-то совершенно не потушил, а вот отжигу помешал. Отжиг идёт сейчас. Но опять, в ближайшие часы синоптики нам прогнозируют серьёзное усиление ветра. Поэтому сейчас все силы в полной боевой готовности. Остался вот один-единственный этот сложный очаг. Там сейчас на нём более 120 профессиональных пожарных, более 20 единиц техники, в том числе и тяжёлой. Поэтому работа идёт. Ждём. А вот с ещё одним потенциальным очагом скандальным Павел Молков ждать не стал. Речь о размещении в лесопарке баннеров ко дню флага России. То ли по глупости, то ли намеренно цвета триколора были перепутаны, и на плакате получилось изображение флага Сербии. Павел Молков назвал это безответственным ЧП. Мы с этого года, кстати, каждую учебную неделю в школах будем начинать с поднятия флага и исполнения гимна. Эту инициативу поддержал президент Российской Федерации. Такая новая традиция, новое начинание, важный элемент патриотического воспитания. А здесь мы дню флага разместили на официальном баннере флаг другой страны. Предприятие – это муниципальный лесопарк. Елена Борисовна, как это произойти вообще у нас могло? Павел Викторович, данный выпиющий случай стал предметом тщательного рассмотрения. Хоть и были принесены извинения, но за всем за этим стоит безалаберность и бесконтрольность. Должностное лицо, которое должно было осуществлять контроль за подготовкой мероприятия и за выпуском печатной продукции, наказано. Объявлен выговор. Возможно, система дисциплинарных взысканий пришлась бы к месту и еще в одном вопросе. 51 школа в области пока не удосужилась установить дорожные знаки. Новый учебный год уже буквально через пару дней, а с безопасностью в префектурах пока не очень. Префектуры ссылаются на нехватку денег. Но я думаю, для школы это можно найти денег и установить знаки там. Как вы считаете? Я? Да. Я считаю, что обязательно нужно найти. Потому что это наши дети и у каждого из нас дороже больше ничего нет. Префекты у нас слышат. Я попросил бы до 31 числа все-таки эту работу завершить. Хорошо. Тогда Жанну Александровну тоже я попрошу на контроль муниципальными районами отработать. Елена Борисовна тоже просьба по Рязани посмотреть, где у нас этот вопрос еще не решен. Обновление транспорта в городе уже стартовало. В Рязань прибыли 4 новеньких троллейбуса. Их уже вовсю постят в соцсетях. В сентябре будет очередная партия. Это из плюсов. Минус все тот же. Ремонт северной окружной. Во-первых, веб-камеры сейчас фиксируют по сути пустоту. А во-вторых, ни журналистам, ни общественностям. Никто ничего по-прежнему не объясняет. Разнос министра транспорта Вадима Решетника получился эпичным. Сколько вы провели там пресс-конференции? Я вам давал такое поручение. На прошлой неделе находился в лесу удивленный. Не смог провести на этой неделе. Сколько вы провели пресс-конференции? Одну. Сколько на ней участвовало СМИ? Два. Вы не выполнили мое поручение. Я прошу это отметить. И соответствующая дисциплинарная ответственность. Во-первых, веб-камера, которая показывает, что мы ничего не делаем на северке. Во-вторых, никакой работы со СМИ. Вот и вся работа ваша. Дисциплинарная ответственность – это еще один выговор, которым, вполне вероятно, дело может и не ограничиться. Впрочем, масштабные разборы полетов, видимо, еще впереди. В селе Делихово Спасского района большое событие. По проекту поддержки местных инициатив здесь установили большую игровую площадку. И сегодня отдыхать в Делихово приезжают со всей округи. Детский игровой городок в селе Делихово Скопинского района появился совсем недавно, но прямо сейчас это главное место отдыха. Причем не только детей, но и взрослых. А все благодаря проекту поддержки местных инициатив. Сделать жизнь села ярче жители четко решили в прошлом году. Год назад, когда я пребывала с ребенком здесь в отпуске, обратила внимание, что большое количество детей нашей деревни гуляет в неположенных местах. То есть это на дорогах, на перекрестках. У них идут игры в догонялки, в мечи. То есть то, что совершенно недопустимо по правилам безопасности. Я предложила населению организовать детскую площадку. Идею односельчане одобрили и активисты обратились с письмом в правительство Рязанской области. Ответ их воодушевил. Площадку можно построить по программе поддержки местных инициатив. На общем собрании жители Делихово приняли проект и поддержали его рублем. Собрали первые 15% стоимости. А дальше все уже было делом техники. При поддержке главы повелецкого поселения выиграли конкурс, заключили договор с подрядчиком. Площадку возвели буквально за полтора месяца. Дети с удовольствием сюда бегут. Даже с Павелцией первой, хотя у них там тоже есть площадочка, они все равно к нам приезжают. Мы очень рады, что и наши все дети, которые в Москве живут, но их ни корни здесь, они приезжают. Сейчас эта площадка – место притяжения всех жителей села. Да что там села? Отдыхать сюда едут со всей округи. Настольный теннис, волейбол, качели, горки. Радости местных нет предела. У меня друзья из соседних сел, поселков, и все мы сюда приезжаем, играем в волейбол. У нас собирается даже не две команды, а три-четыре. Мы вот меняемся постоянно. К нам даже вот дети младше нас присоединяются. Первое участие в проекте поддержки местных инициатив настолько понравилось жителям Делихова, что останавливаться на достигнутом они не собираются. Впереди новый конкурс. Призываю всех принимать участие в данных программах. У нас есть идея для дальнейшего участия. Это освещение уличное. Мы хотим установить фонари в нашей деревне. Уже как бы начали опрос. Желание жителей всегда первостепенно. И уличные фонари сегодня главная тема для Делихова. Но не последняя. Третьей попыткой участия в проектах местных инициатив станет идея ремонта местных дорог. В Рязанском Кремле в седьмой раз прошел фестиваль мастеров колокольного звона. Приурочили его к празднику Успения Пресвятой Богородицы. Своё мастерство демонстрировали 25 штатных звонарей российских храмов. Причем тон среди них задавал шестилетний уникум. 28 августа – непростая дата для православного мира Успения Пресвятой Богородицы. А для рязанцев еще и 320-летие освящения Успенского собора. А также 30-летие совершения в нем первой божественной литургии после перерыва на долгие десятилетия 20 века. Колокольным звоном «Сердце города». Встретили эту череду праздничных событий. В Рязанском Кремле прошел в седьмой раз фестиваль «Рязанские перезвоны». Мы все собрались сегодня здесь, на площади перед Успенским собором, чтобы под колокольный звон и под духовную музыку славить Бога. Сегодня к нам приехали порядка 25 звонарей из Рязанской, Московской, Тверской и Пентинской областей. Егор – самый юный из участников фестиваля. Он участвует в мероприятии уже второй раз. Этот мальчик, сложно поверить, штатный звонарь храма Серафима Саровского на Покровском кладбище в Москве. И это исключительно его инициатива. Я уже два года звоню. Я сам услышу колокольный звон, тоже хотел я этим заниматься. Мама долго думала. Потом я за кусты дергал в саду, за повода дергал. Потом же мама меня отвела в колокольный звон. Колокольный звон – не только духовное явление, неотъемлемая часть православного богослужения, но и часть национального культурного наследия. К колокольному звону как к богатейшему музыкальному материалу обращались многие русские композиторы. Сегодня колокольный звон становится украшением различных событий. Рязанский фестиваль выделяется особо и имеет многолетнюю историю. Мы с вами сейчас находимся в одном из самых красивых мест страны. Вот просто оглядитесь вокруг. Наверное, это самое подходящее место для проведения фестиваля колокольного перезвона. Испокон веков колокольный звон сопровождал людей на всех значимых событиях. Он даже народы объединял и всех настраивал на созидательный лад. И сегодня у нас с вами будет много возможностей насладиться звучанием гармонии колоколов. Еще известно же и о целительной силе колокольного звона. Вот сегодня ее здесь будет сполна. Для всех участников фестиваля приготовили дипломы и глиняные колокольчики авторской работы члена Союза художников России Анатолия Червякова. Такой подарок сам по себе является уникальным творческим произведением. Этот колокол нам сделал известный скульптор из Коломны Анатолий Червяков, наш друг. Это ручная работа. Больше 40 штук сделать одинаковые – это уже получается ширпотреб. А это каждый вручную делал. Поэтому я очень рада, что все получилось. На площади в Кремле развернулась ярмарка народных промыслов и декоративно-прикладного творчества. Здесь же установили звонницу, где можно было самому освоить азы звонарского мастерства. Многие рязанцы не первый год с удовольствием приходят на фестиваль, а некоторые, в том числе и гости города, впервые погрузились в мир удивительных, традиционных и самобытных авторских колокольных звонов. Весь православный мир вспоминает успение Пресвятой Богородицы. Почему смерть Богоматери отмечают как праздник и чему верующие радуются в этот день – в нашем следующем сюжете. В конце лета верующие встречают последний в череде великих двунадесятых праздников годового богослужебного круга – Успение Пресвятой Богородицы. О том, как на Руси относились к этому торжеству, свидетельствует посвящение многих храмов именно Успению Царицы Небесной. Вот и в Рязани в этот день свой престольный праздник встречал Кафедральный собор. Спаси Бога, дороги Твоя, и благослови Достояние Твое. Считается, что этот праздник завершает череду из 12 важнейших дней для православных верующих. Поэтому с него принято отсчитывать Новый год для церкви. Также в этот день завершается Успенский пост. По важности и величию, Успение Пресвятой Богородицы ставится на второе место после Светлого Дня Пасхи и по праву считается одним из самых светлых и любимых праздников всех христиан. А кто-то и вовсе считает его Богородичной Пасхой. Господь забрал на небо не только ее душу, но взял ее тело. По сути дела, речь идет о воскресении, телесном воскресении Богоматери. Согласно древним традициям, в этот день принято идти в храм, чтобы осветить колоски и семена пшеницы от нового урожая. Как по завершению Великого Поста, в Пасху, в праздник Успения Пресвятой Богородицы все накрывают богатый на угощение красивый праздничный стол. С 28 августа разрешается разговеться и устроить пышное празднество. В очередном матче своей группы лидера турнирной таблицы «Курский авангард» футболисты Рязани заставили изрядно попотеть. Матч подопечные Дмитрия Сережкина провели собрано и ничуть не уступали набравшим ход Курянам. После предыдущего домашнего поражения дублеров «Тульского арсенала» матч с лидером, курским авангардом, болельщики и специалисты ждали с тревогой. Но оказалось, рязанцы тоже умеют удивлять. Причем со старта. Уже на четвертой минуте Ислам Явлоев перехватил неточный пас курского защитника своему вратарю, вышел один на один и технично переиграл галки пергостей. Быстрый гол, впрочем, Курян не смутил. Они пошли вперед большими силами и едва не получили еще один мяч. Александр Иванов издали шарахнул в перекладину. Придумали себе гол, наверное, все видели, да, на ровном месте. А потом в лучших традициях русского народа героически справляли эту ситуацию. После гола команда Рязани уже ниже стала опускаться. Нам надо было искать, надо терпеть где-то, может, ребята спешили. Во втором тайме гости давление усилили и на 72-й минуте своего добились. Александр Агеев дождался своего шанса и смачно зарядил под перекладином. 1-1. А попытка навалом выиграть матч на последних минутах успехом у «Авангарда» не увенчалась. В итоге боевая ничья, которую рязанцы могут смело заносить себе в актив. Я думаю, что по праву они занимают первое место, лидируют. И оборона достаточно надежная. Постарались противопоставить, сдержать линию атаки. Почти получилось, к сожалению. Ну и какую-то игру свою предоставить. Моменты были помимо гола. Волею календаря времени на отдых у рязанских футболистов нет. Уже в среду на своем стадионе в Кубке России они принимают коломну. Соперник вполне проходной, но хватит ли сил после энергозатратной игры с «Авангардом» – вопрос нетривиальный. На этом у нас все еще больше новостей. На нашем сайте www.gorod62.tv и на наших страничках в соцсетях. Всего доброго.